Привет, меня зовут Евгений, я являюсь владельцем Десмосервис. Первый мотоцикл, а точнее мопед, это был Карпаты. Мне подарили 8 лет, и я свою мототему начал именно с него. Потом в 13 лет мне от дедушки достался из Юпитер-3, и с 13 лет я начал ездить уже на тяжелых мотоциклах. Ну, а дальше все как положено, Урал, Днепр, и все в таком формате до тех пор, пока там в 18 лет у меня не появился первый японский мотоцикл Kawasaki, ну как и у всех, наверное, ZZR-400. Потом моя страсть поразила марка Ducati, я увидел в одном из американских журналов Ducati 916, и я забредил этим мотоциклом, и, по-моему, в 2007 году я купил свой Ducati 748. Это был просто ужасно разобранный мотоцикл 95-го года выпуска. По сути, это была рама, разобранный двигатель и часть пластика, больше ничего. Я восстанавливал его три года, когда собрал. Это вот и был мой первый опыт эксплуатации на Ducati. Я с самого детства занимался только мотоциклами, когда, то есть, у меня был мопед, он у меня сломался двигатель, и я понял, что мне брат не поможет, и я решил сделать этот двигатель сам, потому что мне очень хотелось кататься. Ну и, соответственно, после долгих муторных вечеров у меня все получилось, я поехал, и я начал помогать друзьям сначала, знакомым, кому-то здесь починить, кому-то там починить, начал очень сильно увлекаться, читать, читал просто там тонны литературы, я ее просто поглощал, жирал. Все библиотеки города, которые были там с технической литературой, я все проходил. Те книги, которые, как бы, я не читал, я всегда их забирал, все прочитывал. У меня был такой принцип, что я должен был в день узнать какие-то три новых вещи, связанные с технической частью мотоцикла или автомобиля, без разницы, что это было. Вот, то есть, меня просто там увлекло техникой. А в 15 лет я попал к одному там очень классному парню, я считаю, что он молодец, Володя его зовут. Вот, и он меня начал обучать мототеме. И мой брат родной тоже, он как бы тоже мотомеханик, и мой дед был мотомехаником, как бы я мотомеханик вообще в поколении. Но профессионально я это начал изучать именно вот с Володей, который меня начал приучать именно к технике. Я в первый раз притронулся к японским мотоциклам. Вот. А Дукати просто поглотила сначала своей красотой, то есть своей уникальностью. То есть, я видел в нем что-то такое, что вызывало гигантское возбуждение во мне на самом деле, потому что по-другому назвать это невозможно. Я еще не понимал, не разбирался в мотоцикле в целом, не понимал, что такое управляемость, потому что, ну как можно понимать, что такое управляемость, когда ты ездишь на Урале, Еже, Днепре, начинаешь видеть японский мотоцикл, в шоке от японского мотоцикла настолько, насколько ты, ну, даже предположить не можешь. И тут какой-то Дукати. Ну, то есть, конечно, я не могу это сравнить. То есть, пока что меня это вызывало возбуждение на картинке. И когда к нам приезжали эти Дукати, я видел их работу, какую-то харизму, она меня, конечно, вставляла. Но потом у меня был друг, очень близкий, Леша, итальянец, он прям фанател этими Дукати. И он приехал на Монстре 900-м. Это был там 2005-2004 год, что ли. Даже нет. Это был 2000-2001-2002 год. Он приехал на этом мотоцикле 98-го года выпуска карбюраторный. И я на нем прокатился. И я просто для себя произвел такой фурор, что мотоцикл, как на картинке, может ехать так. И тогда я понял, да, что, скажем так, как мы видим, реализуем себе эту технику, так же, в принципе, она и есть, и едет, и выражает наш, собственно, характер. И я понял, что это именно мое. То, что я хочу заниматься мотоциклами, я понял сразу. И тенденция с самого детства такая у меня была, что я никогда не хотел работать на дядю. Это, то есть, я понимал, что все, что я бы не делал, я буду делать исключительно для себя, но никак не для дяди, не для кого-то. Я шел именно в этом направлении. Я хотел развивать свой сервис. Соответственно, когда я катнул на первом Дукате, я понял, что я хочу заниматься только этим мотоциклом, потому что с детства считал, что профессионал может быть в чем-то одном. Плавно шел я, конечно, к мотикам. Начинал с машин, потому что не всегда получалось мотиками. Машина это, и всегда думал, что чем меньше ключ, который в руки я беру, меньше его размер, тем больше профессионалом я становлюсь. И всегда шел по этому пути. Потом мы открыли свой сервис. Я ушел от Володи, мы с ребятами открыли сервис, точнее, взяли его в аренду, попилили на несколько человек, у каждого была своя комнатка. И я работал по принципу экзотики. То есть, я брал экзотичную технику, когда ребята чинили японскую технику, которой вообще очень много. Они зарабатывали, а я все время думал. То есть, они с бабками вечером, а я еще думаю, как бы это починить. Но, в принципе, я настолько развил, я считаю, свой мозг в этой сложной, скажем так, теме, что сейчас мне это очень круто помогает. То есть, я считаю, что я то время потратил, скажем так, не на то, что я не заработал, а на то, что я эти деньги потратил на становление себя, становление своего разума. И, брав вот эти мотоциклы, скажем так, экзотические, то есть, там приезжает Дукати, непонятный вообще, в который чихает пердит или там Лаверда какая-нибудь, Бьюл, там без разницы, что на тот момент было. То есть, я фанател просто экзотикой. Я отказывал простому там японцу, с которым можно было тупо слить масло, заработать тысячу рублей, отпустить его и взять следующего. Нет, я брал вот это чихающее ведро, непонятный шагающий экскаватор, чихающий, пердящий, который нигде не было никакой информации. И пытался с ним разобраться. Вот. То есть, там зарабатывал там утренем две тысячи рублей, но за день там, а то и бывает за два, за три дня, когда ребята могли там, ну, заработать гораздо больше. Но у меня это все равно, как бы, слава богу, мне хватало на жизнь. И я кайфовал от этого. И шел, 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 развивался в этой теме. Потом как-то все это перевалилось, уже был как-то свой сервис. Наш тот сервис распался. Я перешел в другую тему, уехал вообще в другом направлении, начал заниматься там отчасти квадриками, но сам лично всегда делал Дукати. Это был сервис там Солнцево. Вот. То есть, мои механики работали на теме квадроциклов, все-всего такого, что было связано именно вот, что было в том направлении. А я лично занимался Дукати. Я все-таки, ну, не уходил от своей страсти, двигался в этом направлении. И так было до тех пор, пока я не понял, что я могу полностью, всецело отдаться одной марке, потому что она настолько, скажем так, развивалась там. На Автору там было то 96 мотоциклов в продаже, как сейчас, помню, изучал. Потом там через год это 200 мотоциклов, там потом 300, 400, и сейчас их, наверное, 500-600 тысячи мотоциклов, и можно было полностью уйти прямо в это направление, и уже отказывать всем другим брендам, которые, ну, как бы хотят ко мне попасть. И я полностью перепрофилировал сервис на Дукате, потому что это просто моя страсть. Моя страсть заключается, по сути, в чем? Мне очень нравится быстро ездить. Я кайфую от мотоцикла, от того, как он может действовать в замкнутом пространстве. Ну, как в замкнутом пространстве. Это имеются в виду городские условия, да? Ну, к сожалению, я не могу по времени себе позволить поехать там на трек, еще куда-то. Мне нужно находиться время на работе. И весь драйв от мотоцикла я получаю исключительно в городском трафике. Городской трафик — это выехать из дома, поехать на работу, с работы поехать к друзьям, от друзей поехать домой. Это и весь заключается мой, скажем так, фан от мотоцикла. И я получаю именно кайф от того, как он валит в пробке. И чем быстрее я в пробке еду, тем мне на самом деле кайфовее. И поэтому я получаю удовольствие от мотоцикла в том, как он может действовать. Насколько он легок, насколько он классный в перекладках, насколько он классно тормозит, какие у него комплектующие, насколько я с ним взаимосвязан. Вот. Поэтому, в принципе, я остался на этой марке, потому что она полностью, скажем так, ну, поддерживает как бы меня и мой характер. Характер от моей эксплуатации. Я сюда переехал 7 лет назад из Солнцево. Переехал сюда один, никого не стал забирать. Сразу переименовался. Это был 2013 год. Мне досталось это помещение после пилорамы. То есть здесь был вот такой слой, наверное, всякой вот этой древесной пыли. Все это пылесосили там неделю, а то и больше. До сих пор это пыль откуда-то вылазит. Сначала это был такой маленький закуток. Я здесь пытался сделать хоть какой-то ремонт, насколько я мог, потому что была работа, нужно было платить аренду, одновременно нужно было делать ремонт. Я был не настолько силен еще, скажем так, в финансовом плане, поэтому я выбирал больше работу с клиентами, потом уже сервис. То есть на сегодняшний день даже сервис продолжает все время ремонтироваться, у меня здесь часть этого помещения была занята моей комнатой. То есть я жил здесь два года в этом же помещении. То есть я заканчивал работу в 11, тупо ложился спать, мылся, умывался, ложился спать, вставал как можно раньше, продолжал работать. Потому что у меня был тогда очень сложный финансовый момент в моей жизни. И два года я здесь жил безвылазно, короче, каждый день и вообще никуда не уезжал. То есть я бредил темой, чтобы развить этот сервис. Дальше в этом помещении были еще арендаторы, там кто-то занимался кофем. Наверху у меня была... То есть я спал, справа у меня был компрессор через стенку маляров, которые красили мебель. Он всю ночь работал, короче, и то есть я вздрагивал, да, когда он включался. Наверху была типография, которая вот с этими машинками. И я два года просто вообще в бреду прям просыпался. Но ничего, это меня не парило. Я знал, что я хотел, к чему я шел. И я потихонечку-потихонечку вытеснял этих арендаторов. То есть сначала сдвинул кофейщиков, они съехали, я им там перегораживал дорогу, все это самое, пытался говорить с арендодателем. Вот, таким образом, чтобы потихоньку у меня отдать это помещение. Потом вытеснил компрессорную, там сдох компрессор. Я тоже начал работать на эту тему. Тоже съехали. Типографию я тоже потихонечку отжал. Вот, и так я забрал все это вот помещение по чуть-чуть, чтобы оно стало каким-то, ну, прикольным. Потом мы там покрасили стены, начали ставить полочки, закупка инструмента. Ну, вот такая рутина, естественно, да, что хочется, чтобы все было красиво. Начали появляться механики, ребята заинтересованные, скажем так, в том, что они делают сейчас, скажем так. Им всем интересна эта тема. Они двигаются в этом направлении. Я больше беру ребят, которые хотят учиться, а не которые уже считают себя прям мега умными, и все в таком плане. Сейчас у нас такой прям очень, я считаю, классный коллектив. Я очень долго к этому шел. Горжусь каждым человеком, который со мной. Я считаю, что он каждый даст фору многим механикам, и с Божьей помощью мы как бы двигаемся. Сейчас мы там пытаемся сделать второй этаж, как бы сделать больше такое уже, скажем так, направление на клиентов, чтобы там люди приезжали, могли посидеть, отдохнуть, и все в таком формате. В будущем мне бы очень хотелось, конечно, мне стать официальным дилером Ducati. Это моя мечта. Прям брежу этой мечтой. Понимаю, что я на сегодняшний день пока не способен на этот шаг, но я к нему иду, иду полноценно, и не сдамся, короче, однозначно. Могу сказать почему. Потому что я очень хочу развивать эту марку, она мне очень нравится. Сейчас пытаюсь ее развивать как неофициальный, скажем так, человек. Ну, будем надеяться, что Ducati сделает такой план, как технический партнер, и хотя бы я окажусь в его кругах. Дальше хотелось бы заняться продажей техники, которая, скажем так, обслуживается в мастерской с гарантией. То есть я там стараюсь давать на все свои работы пожизненную гарантию, на правильность установки всех соединений и т.д. и т.п. И то же самое, чтобы каждый мотоцикл, выезжающий с моей мастерской был тоже каким-то определенного рода гарантийным, ну, такой своего рода клуб, клуб дукатистов, друзей и, скажем так, знакомых, просто клиентов, скажем так, чтобы это двигалось в направлении. И хотелось бы самому принимать участие в жизни Ducati, в марке в целом. Ну, на каком уровне, я, конечно, не знаю. То есть там на уровне официальном – это вообще респект. На уровне технического партнера – тоже считаю респект. Если даже бренду Ducati скажут, что он не нуждается в таких людях, которые там, ну, неофициальные, мы будем только поддерживать там официальных там дилеров, там, у меня не будет там такой возможности, скажем так, дорасти до этого, я все равно останусь в развитии этой марки, я все равно ее буду двигать насколько я могу, буду просто поддерживать людей, которые не могут там себе приобретать новые мотоциклы, буду поддерживать людей в плане их постгарантийного обслуживания и т.д. и т.п. То есть хочу остаться в жизни Ducati в любом формате – официальном, полуофициальном, неофициальном, без разницы. Это мое будущее, я буду к нему идти, шагать вперед, развивать эту марку, независимо от того, даст она мне руку помощи, не даст мне вообще все равно, но я остаюсь просто в сердце с ней и просто кайфую от того, что я, от того, что эти мотоциклы дарят мне столько эмоций. Вот и все. И находятся, конечно, ляпы и заводские ляпы, еще что-то. Вот мы стараемся здесь сидеть и очень долго изучать, почему. То есть не просто заменить детали, почему она, например, навернулась со сцеплениями ведущими, там, с обрывами, скажем так, с провернутыми вкладышами, шатунными, да, там, причины, кончины, скажем так, поршневой группы, в коробке передач на тех же, там, дьяволах, с отсутствующим задним тормзом. То есть много вещей, которые мы очень долго прорабатываем. Не просто мы заменили деталь, там, или еще что-то, мы прямо изучаем. Но мы не заканчиваем одним следствием. Мы всегда ищем причину, по какой причине та или иная деталь умирает. Опять же, есть очень много вещей, которых мы сами производим. Там, мы, там, делаем свои цилиндры сцепления. Точнее, не свои цилиндры, а на базе заводских цилиндров. Мы делаем свои внутренние новые плунжеры, новые манжеты, свои, которые не текут больше. Там, рычаги на дьявол, которые очень дорого стоят. Мы их полностью перебираем со своими запчастями и комплектующими. То есть, и так, много-много вещей. Там, дополняем какие-то, ну, там, не буду, конечно, вам все рассказывать. Мы стараемся, там, не продать деталь, новую деталь, которая сломается, там, через 10 тысяч километров. Мы ее чиним, эту старую деталь. Соответственно, починка ее стоит в два раза меньше, ресурс в три раза больше. То есть, и всегда эти наработки, они у нас есть, и все больше, больше, больше. Опять же, стараемся заменить заводские номера деталей, ну, сами понимаете, под брендом Ducati, который производится запчастями, скажем так, сторонних производителей, точнее, даже не сторонних производителей, а, возможно, даже тех же производителей. Мы стараемся найти их в каталоге, каким-то образом заказать, привезти, и тем самым удешевить производство, скажем так, обслуживания мотоциклов. Единственное то, с чем мы не можем, скажем так, на сегодняшний день бороться, это с нашими очередями. То есть, очередь, которая стоит перед сервисом, ну, невозможно ее изменить. Мы не можем записывать, мы не можем записывать людей, почему? Потому что человек приезжает в замену масла, начинаем трогать масло, там появляются другие проблемы, мотоцикл только что купленный, не обслуженный, и начинаем общаться с человеком, он готов на другие виды работ. Соответственно, мы не можем уже отказать этому человеку, потому что мы взяли его в работу, соответственно, он остается в работе, и все другие люди, они автоматически двигаются. Вот. Соответственно, уже записи быть не может, потому что техника не гарантийная, мы не просто занимаемся заменой деталей, агрегатов, тупо там этот болт открутил, другой болт прикрутил, момент положил, извините, до свидания, что дальше мы не знаем. Нет. То есть, мы, конечно, стараемся углубиться в проблему, исключить не только, скажем так, следствие, но и причину этого следствия. Отсюда время. Время на раздумья и т.д. и т.п. Мы работаем в полную силу, то есть, у нас нет такого, что мы приехали к часу на работу, завтра к двум. Нет. У нас есть жесткий регламент работы, у нас постоянный выход механиков, то есть, я постоянно на работе с 11 до 20, это в лучшем случае мы уходим, а так в 9 вечера. То есть, мы постоянно работаем, это не значит, что мы где-то халтурим, альфилоним. Нет. Просто так получается. Так хотим выложиться на полную. Очень благодарны тем людям, которые просто ждут и верят в нас за то, что там, отдав нам мотоцикл, они знают, что получат действительно правильный продукт с пожизненной гарантией на обслуживание. Но никак по-другому не получается, чтобы, да, там, не принимать технику. Люди просто готовы, там, один человек не готов ждать, а другой человек просто приедет, я готов ждать, я буду на две недели мотоцикл стоять. Соответственно, он постоит две недели, приезжает другой человек, он не готов ждать. Ну, простите, пожалуйста, мы не можем там через одного человека пройти, потому что это тоже человек. Для нас все одинаковые. Будь то мой друг, брат, там, я не знаю, без разницы, у нас для всех одинаковые правила. У нас даже правила для механиков одни и те же. Мы загоняем свою технику только в выходной свой день. Мы не обслуживаем ее вне регламента. Это тоже правило сервиса. Вот. Но победить очередь мы не можем. Да, скажете вы, там, ну, возьми еще механиков. Нет, я не могу больше взять механиков, помощников. Ну, во-первых, я верю вот этой группе лиц, да. А во-вторых, большее количество механиков – это большее количество брака. То есть уследить, там, уже за пятью, шестью механиками практически невозможно, поэтому репутация для меня важнее всего. Поэтому остаемся в том коллективе, в котором мы сейчас есть. Я считаю, это максимальное количество людей. Сейчас это четыре механика. Я пятый. Контролирую каждый мотоцикл. Ни один мотоцикл не чинится без моего слова, без моего конечного слова. То есть каждый шаг мы прорабатываем. Мы там принимаем мотоцикл. На стадии приемка я разговариваю с человеком, который его будет делать. Мы все проговариваем, рассказываю его план. Дальше механик делает все по плану, как только оканчивается план его осмотра. Снова механика ко мне подходит, и мы начинаем согласовывать уже по новым вводным, которые пришли. Например, мы там приняли мотоцикл на ремонт, скажем так, на регулировку клапанов. Сайма Десмой сервис. Механик что делает? Я говорю, Десмой сервис. Он его вскрывает, изучает. Мерает компрессию. Уже на стадии замера компрессии мы принимаем решение дальше лезть, не лезть. Если с давлением конца такта, сжатия, все нормально, мы принимаем решение дальше лезть. Заходим в клапана, вскрываем, изучаем, что нужно. Нужны новые шайбы, можно обойтись взаимозачетом, нужно добавить циринги, не нужно добавить циринги. В каком состоянии постели? Идет такая дефектовка диагностика. Если мы приходим к выводу о том, что все здорово, мы начинаем продолжать регулировку клапанов. Понимаете, да сколько стадий общения даже на банальной процедуре. То есть, если понадобились циринги, подходят ко мне циринги, это сухари клапанов, подходят ко мне механики, говорят, нам нужны циринги. На этой стадии мы останавливаем процесс, связываемся с владельцем мотоцикла. Задаем вопрос, мы будем, не будем, что делать, как быть? Человек подтверждает, что мы ставим там новые, один, два, три, или все шестнадцать, или восемь утрировано. И вот так вот каждый мотоцикл проходит некоторые стадии. После этого мы собираем мотоцикл. Что мы делаем? Мы делаем замер компрессии еще раз. Собираем, делаем процедуры, которые нужны на этом пробеге. Выкатывается мотоцикл. День мотоцикла не отдается из сервиса, он просто проверяется. Отсюда долго, задротно, но качественно, я считаю. По-другому работать не хочется. Я считаю, лучше отказать в процедуре, скажем так, обслуживания мотоцикла. Лучше, я считаю, мне потерять вот эти деньги, чем если я посчитаю, что эта процедура будет выполнена не на сто процентов, в определенно сжатый какой-то срок. Поэтому так и происходит. Иногда, да, мы говорим, извините, возможно, вам стоит лучше обратиться в другой сервис, потому что мы не можем обеспечить вам сроки, которых вы там хотите. Бывают такие моменты, когда люди звонят и говорят, слушайте, а почему вы там три дня делаете клапана, а вот там делают не за день. У нас, например, не получается делать честно за день клапана. Ну, не знаю, может быть, мы где-то по-другому учились каким-то образом. Ну, мы их делаем два-три рабочих дня. Я считаю, что мы пытались их ускорить, еще что-то, еще что-то. Но я считаю, если делать, выполнять работу качественно, мы так это делаем очень быстро. Потому что мы и так пытаемся в некоторых моментах обойти, скажем так, процедуру, скажем так, амалогации, да, там вот этих карт, которые предписаны, да, что и как правильно делать. Поэтому я считаю, быстрее не получится. Самая главная проблема Дукати – это запчасти, на самом деле. Как бы официальный дилер, он особо не хочет сотрудничать, скажем так, и делиться своими складами с такими мастерскими, как я. Мы, конечно, пытаемся находить детали в черную, каким-то образом притаскивать их сюда, еще что-то, еще что-то. В общем, для нас, для меня это лично прямо целый конкретный геморрой. В прошлом году я плюнул на все, пытался добиться какого-то там, ну, общения по деталям с определенными людьми. У меня ничего не получилось. Я плюнул на все, уехал в одну достаточно заметную компанию в Европе, в Европу, с которой я просто встретился с ее владельцем, директором, и договорился о том, что он мне будет поставлять эти детали. Сейчас, ввиду там сложностей таможенных процессов, опять же, связанных с государством, не получается увеличивать эти объемы, но хотя бы я могу привозить сюда количество деталей, скажем так, связанных с плановым обслуживанием. Плюс те компании, которые у нас в России работают, здорово работают, я с ними сотрудничаю, и вообще молодцы они, что касается расходных материалов. Плюс ребята, которые просто тоже возят запчасти на Дукате, я тоже с ними сотрудничаю, считаю тоже, что они прям большие молодцы, и тоже им респект, вот. То есть мы как в черную пытаемся развивать марку, скажем так, в плане, когда марка уже становится неинтересной, наверное, официальному дилеру, так как она становится уже не, скажем так, регламентной, а уже с ней становится куча геморроев, ломучить там, т.д. и т.п., то есть уже где надо думать. То есть мы здесь уже пытаемся как бы помогать по-своему, как неофициал. Ну вот, в общем, с деталями сложно, но постоянно в зиму я вкладываю туда деньги, ввожу сюда детали. Единственная сложность, я не могу обеспечить стоимость деталей, там, наверное, ниже рынка, и поэтому, наверное, запчасти всегда будут на Дукате стоить дорого, потому что есть куча всяких разных аспектов, и цена приближается, наверное, даже не приближается, а равно официальный дилер. По-другому невозможно, но обратившись ко мне, вы точно будете уверены за то, что не нужно ждать, наверное, практически ни одной детали, потому что все это у меня есть. Если у меня, например, нет какой-то новой детали, которая стоит космос, да, у меня есть куча БУ деталей, да, я имею гигантский склад БУ запчастей, ну, мы все прекрасно понимаем, там, купить коленвал за 200 тысяч, это глупо, да, и никто его не будет покупать. Соответственно, конечно, приехав ко мне, вы получите альтернативу, это БУ деталь, да, там, за те же, там, мега разумные деньги, которые мы сделаем промеры, получите на нее гарантию, я считаю, это прям очень круто. Опять же, там, ну, никому же не нужна крышка мотора новая, да, там, конечно, она должна быть БУшная, зачем за нее платить 1000 евро, когда за нее можно заплатить 200 евро, да, и получить ту же самую крышку, да, которая не ресурсовая. Конечно, мы обращаемся к БУ, и у меня гигантский склад, он у меня достаточно большой, и я считаю, да, там, то, что мы производим свои детали, мы имеем склад БУ запчастей в большом количестве, мы имеем склад новых расходников и плюс компаньонов, с которыми мы работаем, которым я тоже пожелаю прям действительно респекта и продвижения в дальнейшей, там, направлении. Вот, я думаю, каждый сейчас, кто меня видит, поймет, с кем я сотрудничаю, и, в общем, респект. И мы стараемся вот именно так давать людям возможность без того не терять вот такой сезончик, да, а если вы, там, приедете, там, куда-то, и вам скажут, надо ждать, там, год, полгода, там, эта деталь, два-три месяца, ну, я считаю, это, ну, неразумно. Ну, одно дело, две-три недели, там, это, да, это разумно, но когда больше, это, конечно, неразумно. Вот, тем более, ажиотаж перед сервисом обычно складывается, скажем так, в начале сезона, потом это все уходит на нет, и срок ожидания, в свою очередь, всего лишь составляет два-три рабочих дня, не более. Опять же, у нас еще много людей, клиентов, которые уже давно, там, со мной, там, куча-куча лет, там, 7-10, уже даже не знаю, сколько сказать, что они делают, они просто привозят технику зимой. Они ее сдают мне осенью грязную, чумазую, бросают, говорят, Жень, все, там, до весны, все. И я ее ставлю на второй этаж, и она стоит, и когда приходит к ней своя очередь, мы ее начинаем обслуживать. В зиму мы обслуживаем ее очень комплексно, и летом мы уже не видим людей. Плюс в зиму я всегда даю рассрочку, если, там, стоимость заказа снаряда, там, превышает, там, какие-то, ну, разумные цифры, 20, 30, 40, 50, все зависит от, скажем так, желания клиента, что он хочет сделать, то мы это делаем в рассрочку. Человек всю зиму платит, там, по 10-15 тысяч рублей, или, там, по 2-3 тысячи, и я не парюсь. Мотоцикл стоит на зимнем хранении, в тепле, за те же, там, разумные деньги, как у всех, по 2,5 тысячи рублей. Я считаю, это вполне круто, и, как бы, ни один человек еще не остался недоволен. По 10 тысяч рублей, это называется, да, там, даже, даже не в кредит, а просто рассрочка ремонта. Уезжает по весне, просто, Женя, я сейчас забираю мотоцикл, мы спускаем мотоцикл, он подготовлен, бензин залит, чистый, опрятный, аккумулятор заряжен, сел, завел, уехал. Я его летом больше не вижу. Если он накатывает свыше 5 тысяч километров, приезжает на замену масла. Если он накатывает ниже 5 тысяч километров, я его вообще не вижу до весны. Все, ой, до осени. Как бы, поэтому, тоже призываю людей, если вы хотите получить действительно полноценное обслуживание, у вас старый мотоцикл, который нуждается в большом комплексе, лучше это сделать именно по осени, отдать его и забрать по весне полностью исправный, готовый мотоцикл без каких-то либо проблем. Вот, это очень много людей так поступает, и все, и больше у них... Они вообще не нуждаются и не заморачиваются о том, что у меня какие-то очереди. Они этого вообще не знают даже просто, есть у меня очереди или нет их. Их для них не существует просто, потому что они делают все это самое вовремя. Дальше, почему я говорю про пробег в 5 тысяч километров? Когда мы обслуживаем мотоцикл, клиент нам доверяет, мы обычно стараемся вложить в мотоцикл ресурс на 5 тысяч километров. То есть мы или даем рекомендацию, при которой мотоцикл не выходит 5 тысяч километров, да, там без разницы, что у него, цепь, резина, неправильная работа мотора, состояние колодок, болтается руль. То есть если рекомендация получена, это значит, что мотоцикл не выходит вот этот вот пробег. То есть мы стараемся, чтобы человек, приехав к нам, комплексно обслужить, чтобы 5 тысяч километров нам больше не приезжал. То есть мы осматриваем, что год выпуска, соответственно, регламент по году выпуска по старости мотоцикла, плюс дополнительный регламент на пробег этого мотоцикла, да, и плюс на общее состояние мотоцикла ввиду, скажем так, его эксплуатационных данных, да, там падение, непадение, как ездит человек. То есть читается каждый параметр. Опять же, я всегда задаюсь вопросом, как человек водит, что он хочет, понимаете, понимаете. И даю ему возможность там порекомендовать резину, колодки, составы колодок, т.д. и т.п. Я сам мотоциклист, могу что-то порекомендовать, и буду стараться рекомендовать, сам тестировать на своем мотоцикле и резину, и колодки, и, грубо говоря, любые другие материалы. И стараюсь пройти сначала сам этот путь, и только потом доносить это до, скажем так, своего клиента или друга, без разницы, кем он там является, до человека, который эксплуатирует данную марку. Мои механики, ребята, все разные абсолютно. У каждого вообще свой характер. Каждый пришел откуда-то из других вещей, миров кто-то. Кто-то с мототеми. Ну вот расскажу про коллектив, который на сегодняшний день у меня присутствует. Ну вот там у меня есть Федор. Это вообще просто мотоциклист в доску просто. Я его не знаю, как вообще назвать. Человек, который родился, как я, там, с мотоциклом вместе, больной Уралами. Все знают сайт Аппозит.ру, это его тема. Все о нем знают, кто ездит на Аппозитах, на Уралах, на Днепрах. Он сам истинный дукатист, все время ездит на своей мультистраде. Одну укатал, уже вторую докатывает. Короче, в общем, я считаю, человек живой. То есть для меня важно не просто как бы механик, а живой, человек, у которого есть идея, человек, который к чему-то стремится. И самое главное, человек, который хочет чему-то обучиться. Потому что я считаю, обучение, это не каждому дано. Кто-то воспринимает ее, ну, со своих каких-то пороков, нюансов, там, не знаю, амбиций. И как бы когда мы находим вот эту взаимосвязь и обучение, человек хочет обучаться, да, там, не каждый механик может прийти, скажем так, в мотосервис, да. Он там привык в одном мотосервисе, где владелец сервиса вообще не понимает ничего в технике, да. Приходит ко мне, а тут, а тут все совершенно иначе, другой формат, его никто не слушает, ему, наоборот, говорят, что делать. И он понимает, ё-моё, я же считал, что я там босс, а тут там не босс, вот. Понятно, ему тяжело, но мы с ребятами с такими сразу не срабатываемся и обычно все быстро заканчивается. Вот, там, Федя, это мега вообще человек, который классно обучается, двигается в направлении, он там вообще занимается компьютерами, живет, занимается Дукати, любит Дукати. И я считаю, что очень классно идет, развивается. Еще один у меня парень есть, это Гултвинг сервис, еще один парень, тоже занимались Гултвингами, понимаете, да, о чем я говорю? То есть просто такими какими-то красивыми мотоциклами, в которых нужен перфекционизм, да, вот у них другая черта, вот этот перфекционизм. Мало того, что они разбираются в технике, у них добавлены такие вещи, ответственность, перфекционизм, красота, пластик, не поцарапать, упаковать, убрать. То есть не просто механик, что там, колодки, на-на-на, нет, ну нет, конечно, это все должно выглядеть не так, работу свою нужно любить. И вот каждый момент, да, там и тоже парни обучаются, мы очень часто останавливаем рабочий процесс, начинаем разговаривать о какой-то проблеме. И в этом, я не могу назвать, что у нас спор возникает, просто в таком коллективном общении рождается определенного рода истина. Еще один парень из спортивной команды, который просто заточен и настроен на спорт, мега быстро, качественно и четко выполняет свою работу. То есть, вот видите, у каждого что-то свое. И вместе, я считаю, мы классная сила, которая действительно двигается в направлении и выходим на, скажем так, определенного рода уровень. У нас бывали разного рода случаи. Один из самых таких знаменитых случаев, расскажу, когда, ну, люди не верят, до конца не доверяют, думают, что их там в чем-то обманут. У нас был дьявол, тысячи километров пробега. Человек его только что купил, на нем поменяли ремни, он уехал, и у него там заклинил распределительный вал. Я там всячески предлагал человеку любые решения проблем. Давайте откроем при вас. Изучим. Ну, он не поверил нам, пытался всякого рода доказать, что мы там, ну, плохие, короче. Хотя, действительно, когда человек там увидел, отвез его в другой сервис, ему все подтвердили, что мы не виноваты. Вот. Это такая основная тема. Стружка вышла из масла канала и заклинила в постели, скажем так, между распредвалом и постелью, и приклинила в вал. Плюс, конечно, у нас были моменты сервисные, которые там по рекламациям. То есть, ну, для нас рекламация – это номер один в списке. Вот. Если человек обращается к нам повторно с какой-то проблемой, если мы закосячили, не дай бог. Мы это вообще стараемся устранять моментально, не задумываясь. То есть, если надо срочно эвакуатор, присылаем эвакуатор. То есть, решаем задачу как можно быстрее, чтобы человек остался все равно доволен, который к нам обращается. Слава богу, этих случаев немного. Их можно там посчитать за несколько лет на пальцах одной руки. Но они случались, они есть, и они бывают. Все-таки это человеческий фактор, не стоит о нем забывать. Знайте о том, что если что-то у вас случится, и вы всегда можете мне позвонить, сказать о своей проблеме, я решу ее любыми путями в вашу пользу. Однозначно. То есть, из серии формат. Ну, у вас заказ наряде написано 14 дней, что вы хотите, там, привозите, а мы там посмотрим. Ну, конечно, такого не будет, вы не останетесь одни. Вот. Случаев много курьезных бывало. Разных и интересных. Кончился даже бензин у человека. Ну, наша вина не залили, не проверили. Сели в автобус, поехали, заправили человека. И слава богу. Как бы, ну, я не считаю это каким-то своего рода подвигом. С нашей стороны мы просто выполняем свою работу и хотим, чтобы владелец остался довольным. Чтобы он возвращался, возвращался и возвращался. Без разницы, в принципе, на каком мотоцикле. Чтобы когда его спросили, а где ты раньше обслуживал Дукати, он всегда о нас вспоминал. Ну, вот. Закосяк на себя, объяснить человеку, что я закосячил. Без разницы, кто закосячил. Механик для меня закосячил я. То есть каждый механик – это я. То есть всю ответственность держу перед вами я. И все вопросы ко мне. То есть я не буду говорить, а, да вы знаете, это там вот тот парень, он забыл закрутить, он с утра не выспался. Нет. Болт не закрутил я. Поэтому буду всегда решать вопрос один человек перед вами. И все у вас там не будет, как у Райкина. Помните, там вот этот вот пиджак шили. Нет, такого не будет. Вот. Ответственный человек – я. То есть, соответственно, задаете мне мотоцикл, я его вам отдаю. Соответственно, всю ответственность перед вами несу непосредственно я. У Дукати много стереотипов, точнее у людей много стереотипов, что Дукати ломуч, ведро с болтами. Но на самом деле надо запомнить одно правило. Ничто не убивает технику, убивает ее механик, да? Ну давайте пойдем от обратного. Во-первых, ну на Феррари за хлебушком не ездят, да? То есть мы же не будем там кататься на Феррари каждый день на работу с утра до ночи, с 30 тысячами пробега, да? Там в год, естественно, нет, да? Там, понятное дело, что обслуживание, регламент обслуживание, цена за обслуживание этого мотоцикла, ой, автомобиль будет высокой. То же самое примерно здесь. То есть Дукати только сейчас выходит на уровень какого-то надежного туристического мотоцикла. Мы должны это понимать и оценивать. Это раз. Два. Да, там, сейчас скажу так, вот там поколение вот этих мультистрат, это оно вообще изменило все в плане Дукати, надежности и всего такого. Два основного. Ну еще момент. Про механика я уже сказал, да? Что ничто не убивает технику, убивает ее механик. Но мы же не поедем на Феррари в шиномонтаж, который просто там, ну где-то утрированно. Ну конечно нам порадает порог домкратам, которые не приспособлены для этой машины. Соответственно и все одно за одно будет вытекаться, да? И мы сразу увидим, да, что, скажем так, мы должны понимать, да, там, что нет следов снаружи после ремонта. Это гарантия безупречной работы внутри. То есть если человек подошел с грамотным и правильным инструментом, соответственно, значит человек что-то знает, что-то понимает, что он делает. И как он подходит к этой технике, как он реализует вид своего ремонта, да? Вот. Поэтому сначала люди обращаются куда-то там, потому что здесь возможно дорого, или потому что мне здесь ближе, комфортнее, т.д. и т.п. Много разных факторов. Обратился туда-то. Опять же не стоит забывать, что человек сделал, вы уехали, но не факт, что он сделал правильно, не факт, что эта деталь сломалась сразу, да? То есть она может сломаться через тысячу километров, вы позвоните туда, почему, вроде ты там был. Она сломалась через тысячу километров, а он в ответ, ну, если бы это я виноват был, да, то что произошло бы? Произошла бы сразу поломка. Нет, такого тоже не бывает. Это один прекрасный работающий организм, который работает в тандеме всеми органами. Если в одном органе какая-то началась проблема, соответственно, этот орган будет убивать все остальные органы. Это нужно понимать и оценивать. Поэтому я дам такого своего рода рекомендацию, что вы должны понимать, где вы, как вы, что вы обслуживаете, при каких обстоятельствах. Каждый Дукати найдет свой сервис Дукати, да? И каждый сервис Дукати найдет свой Дукати. Тут выбор исключительно за вами. И я единственное, что вам скажу, не экономьте на обслуживание этих мотоциклов. Если вы решили кайфовать от этого мотоцикла, да, то пользуйте его по прямому назначению, что он действительно вам дает. Да, там, не забывайте про резину, про колодки и замену масла. И чтобы вы просто катались там безопасно. Это самый главный критерий в данном мотоцикле, я считаю. Не стоит им пренебрегать. Надежность, все остальное, это уже вопрос, мне кажется, вторичный. Тут с чего вы начинаете? Откуда был мотоцикл? Что с ним делали? И т.д. и т.п. Подытожив, хочу сказать так. Научитесь ценить этот мотоцикл не только за его красоту. Поверьте, этим мотоциклом можно пользоваться очень-очень круто. Те эмоции и его характеристики, которые он дарит, не дарят другие марки, бренды. Поэтому посмотрите на него с другой стороны. Постарайтесь обратиться туда, где точно будут обслуживать ваш мотоцикл, а не ломать. И поверьте, в ваших руках самый безопасный мотоцикл, который существует на сегодняшний день. Всем пока.